МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здрасте! Ребята, сегодня у нас с вами финал, к которому вы подошли с разными результатами. Дашенька, скажи, у тебя сколько фишечек? 26. 26. А у тебя, Денис, 41. 41. Во, какая разница! Но, Даша, ты сегодня можешь сократить это отставание, если очень постараешься. Денис, как ты думаешь, кто сегодня выиграет и заберет главный приз? Я думаю, я. Да? Без лишней скромности решил Денис. Дашенька, а ты как думаешь, хватит у тебя сил хотя бы приблизиться к Денису, а может быть, даже и победить? Я не знаю. Но ты, во всяком случае, приложишь все силы, правда? Да. Вот это самое главное. Настрой правильный. Итак, ребята, вы настроены на борьбу. Вы очень достойные соперники, поэтому я желаю вам успехов. И прежде чем приступить к первому заданию, предлагаю посмотреть, чем закончилась наша вчерашняя борьба. Смотрим? Позади третий день соревнований, и наступило время решающего испытания. К нему ребята подошли с разными результатами. Ты, Дашенька, еще подожмешь, сил силами соберешься, и у тебя, возможно, получится догнать Дениса. Договорились? В итоге Денис впереди на 15 очков. И это очень серьезная заявка на победу. Посмотрим, сможет ли Даша собраться силами и сделать чемпионский рывок. Мы с вами уже два дня подряд говорим о пожарах, о том, что огонь может быть как самым настоящим другом, так и злейшим врагом. Как вы думаете, ребята, а имеет ли вот к этому отношение вода? Я говорю не о воде из-под крана, а, например, речка, озер, или даже неглубокий ручеек, ручеек. Такая вода может представлять опасность? Денис был первым? Да, может. Какую? Например, потому что в воде можно захлебнуться. Так, Дашенька, а ты что скажешь? Да, можно кто не умеет плавать, может что? Утонуть. Правильно, ребята. Все, что с одной стороны приносит здоровье, с другой стороны может причинить большой вред. И это золотое правило нужно помнить всегда. И это наше первое задание. Ребята, у каждого из вас на доске есть две картинки. Они подписаны. Огонь и вода. Я даю вам картинки, ребята. На них изображены опасные ситуации, к которым могут привести и огонь, и вода. Итак, получайте картинки и распределяйте правильно. Ребята, задание на время. Я закончу. Значит, стоп, игра. Подводим итоги. Кто как справился с этим заданием. Итак, здесь у нас знак воды. Смотрим. Здесь девочка тонет. Правильно, Даша, здесь ты определила. Здесь, да, волны. Поднялись. Это тоже, да, водная стихия. Дашенька, а здесь что у нас связано с водой? Здесь ничего. Я просто сначала не поняла. Значит, да, вот тебе надо было туда отправить эту картиночку. Так, теперь давай посмотрим огонь. Как здесь у тебя? Огонь, да. Это верно определила мальчик. Спички огонь. Здесь в звере пожар в лесу. Тоже верно. И здесь. И здесь у тебя все идеально. Молодец. А это вот тоже уже пожар. Ну, так оно было в воде. Так, хорошо. Посчитаем, сколько Дашенька заработала фишек. Сколько правильных картинок, столько и фишек. Вернее, увеличенных вдвое у нас финал. Поэтому за один правильный ответ две фишки. Итак, один, два, три, четыре, пять. Пять, два, десять. Десять фишек. Идемте. Итак, Денис. Знак огонь. Что ты здесь у нас разместил? Здесь пожар. Верно. Здесь тоже пожар. Верно. И здесь мальчик жжет будку. Тоже верно. Здесь, ты говорила, у тебя не вместилось. Тоже мальчик со спичками. Итак, хорошо. А к воде? А как это у тебя к воде ничего не нашло здесь? Аж, давай посмотрим. Проверим те у тебя рисунки. А вот, смотри, Денис. Один на пляже, да, мальчик. И второй вот катаются на воде. А это? Так вот он близко катается. А это уже, мне кажется, не мальчик, а здоровый. Так, так, Денис. Ладно. И здесь у тебя нет, значит, считаем, сколько получилось с огнем. Один, два, три, четыре. Четыре умножить на два, восемь. Ну что, идем получать фишки. Присаживаемся. Так, мне восемь даже. Да, тебе восемь. Ну, потому что я в школе, кстати, самый великий математик. Самый великий математик? Ну, какой ты молодец. Ну, ты знаешь, это видно. Такой подсчет у нас точно ведешь всех наших. Держи. Вроде бы восемь. Пересчитай, пожалуйста. Держи. Дашульке десять. Сейчас мы насчитаем. Три, пять, восемь, шесть, семь, восемь. Дашка, держи. Все правильно. Восемь. И еще две. Иди клади к себе в коробочку. Так, расслабляться нельзя. Нельзя. Это же финал. Какой расслабиться? Нельзя. Уже финал близок. Итак, ребята, в первом испытании Денис заработал восемь фишек, а Дашенька десять. Молодцы. Ну, а сейчас, ребята, встреча с нашей хорошей знакомой. Ее зовут Мария Александровна. Ребята, привет. Здравствуйте. Ребята, а вы умеете плавать? Да. Ребята, умеете плавать? Я умею. Я только с нарукальниками. Да? Я уже лопала. Молодцы. Слушаем. Мы еще не раз будем говорить с вами о том, что может случиться с детьми и взрослыми на природе. А сегодня вам предстоит узнать о том, как правильно вести себя у воды. Предлагаю поиграть. Каждый из вас по очереди будет выбирать карточки. В них написаны высказывания о поведении на водоеме. Вам нужно сказать, согласны вы с тем, что написано или нет. За каждый правильный ответ вы сможете заработать две фишки. Первая пусть будет Даша. Итак, Дашенька, раз Денис так великодушно поступил по отношению к тебе, первое высказывание для тебя адресуется. Плавать в лодке без жилета? Нельзя. Нельзя. Почему, Дашенька, нельзя? Потому что, если, например, лодка там неисправна, а вы не знаете, то с жилетом можно не утонуть. А без жилета можно утонуть. Все верно, Даша сказала. Денис, слушай свое. Проплывая на катере, прыгать с него в воду? Нет, потому что, если ты будешь прыгать с него, то ты можешь случайно угодить под них с него. И он быстренько подплывет, и когда ты будешь подниматься, то ты уже не успеешь и захлебнешься. Да, можно утонуть. Правильно? Даже угодить в сети рыбаков. Итак, Дашенька, твое. Нырять в незнакомом водоеме? Нельзя. Правильно, Дашуль. Еще две фишки твои, уже четыре, запоминай. А у меня сколько? У тебя две пока. Вот еще возможность заработать. Купаться на необорудованном пляже. Нельзя, потому что давно ничего не проверяли, и ты можешь спокойно, например, случайно там себе шею свернуть. Да, всякое бывает. Конечно, на необорудованном-то пляже. Денис, две фишки в твою копилку, уже четыре, четыре, Даш, к тебе. Шалить в воде? Нельзя, потому что в воде можно там, например, если играешь в мячик, один человек закинет там мячик далеко, а ты поплывешь за ним, можно утонуть. Две фишки, Даш, твои. У тебя уже шесть. Денис, заходить в воду без взрослых? Нельзя. Ну, если взрослых, ну, это я разрешаю только по поясу, если. По поясу уже, дальше пояса уже нельзя. Итог, только под надзором взрослых? Да, это если под надзором взрослых, а если взрослые рядом, то с ним выбор далеко заплыл. Денис, еще две фишки твои, шесть-шесть, и последнее высказывание. Даша, заплывать за буйки? Илья, потому что там специально, ну, ограждают буйками, чтобы дети не утонули. Если они заплывут за буйки, они могут заплыть слишком далеко и утонуть. Правильно, Дашенька, умничка. Еще две фишки твои, восемь, максимум возможный заработать на этом конкурсе, в этом конкурсе ты заработала. И последнее высказывание для тебя, Денис. Можно купаться во время шторма? Нет, потому что тебя может смыть куда-нибудь, и ты уже не сможешь вернуться. Ну, вы опять доказали, что вы большие молодцы. 8-8, и продолжаем слушать Марию Александровну. И у меня уже 50 лет. Потом мы подсчитаем, слушай, Марию Александровну. Дорогие ребята, если вы увидели, что кто-то тонет, громко зовите на помощь взрослых. Если поблизости их не оказалось, но у вас с собой есть телефон, немедленно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы. Так, ребята, пожалуй, подсчитывать фишки перед самым последним испытанием мы с вами не будем. Знаете почему? Потому что это финал. За каждый правильный ответ в последнем испытании у вас будет возможность заработать сразу три фишки. А это может коренным образом изменить ход всей игры. Итак, приступаем к последнему испытанию. Ребята, всего будет 4 вопроса. Ничего на самом деле сложного в них нет. Но здесь самое главное то, что вы, насколько вы внимательно были на протяжении предыдущих трех игр. Кто начнет первым? Даша начнет первым. Итак, я задаю ей вопрос. А ты стараешься, Дашенька, ответить максимально полно. Если ответ будет не полным, то в твою копилочку отправится вместо трех фишечек всего лишь одна. Поэтому постарайтесь, ребята, говорить максимально полно. Итак, что нельзя делать, если разбился градусник и разлилась ртуть? Денис молчит. Отвечает Даша. Ах, нельзя ее собирать руками, выбрасывать в мусорное ведро, там, подметать, брать в пылесос и ее там смывать в этот такой специальный, где грязь собирается. Правильно, Дашенька. А оставаться в комнате можно, где разбился градусник? Нет. Тоже не есть. Там можно, ну, задохнуться и все такое. Надо задержать дыхание, открыть окно и выйти из комнаты. Правильно, Дашуль. И мало того, что самой уйти и еще не оставлять не то, что младших, даже братиков, сестичек, но даже животных домашних нельзя оставлять. Молодец, ты все сказала, что нужно было, поэтому ты заработала три фишки. Умничка. Потом я вам их выдам. Денис, слушай внимательно свой вопрос. Что делать, если вы на переменке и прозвучала пожарная сирена в школе? То есть ли рядом учитель, тебе надо его позвать и слушаться максимально учителя. Так, ты ответил практически верно. Единственное, ну, это очень важно, Денис. Нужно срочно-срочно вернуться в класс и потом, как ты правильно сказал, выполнять все указания учителя. Ну да, к нему подойти надо. А как раз твой же учитель там, а он где еще может быть в классе? А, ну ты так вот рассуждал. Ну, правильно, значит, ты тоже абсолютно прав. Молодец. Три фишки тоже твои. Дашенька, следующий вопрос тебе внимательно слушай. Какая главная опасность может возникнуть, если весной загорается сухая трава? Вот если ты на даче, она будет ветер подавать, она будет становиться все больше и больше и больше и больше, и тогда может загореться, ну, там, где она загорелась, все. Да, и тогда беды не миновать. Умничка, молодец. Три фишки вновь твои. Денис, последний вопрос, он твой. Слушай внимательно. Вы не умеете плавать, но видите, что случилась беда. Что нужно делать в самую первую очередь? В самую первую очередь надо позвать взрослых. Если взрослых нигде рядом нету, то надо позвонить на телефон 101 или 112. Умничка, ну вот прям все как слово в слово сказал то, что надо. Ребята, какие вы молодцы, вы знаете, я горжусь вами, вы такие умнички. Ну что, ребята, мы с вами посчитали, у кого сколько фишек. Так, в итоге победил у нас все-таки наш мужчина, Денис, выиграл. У него 69 фишек. У Дашеньки меньше, но не на очень так, чтобы уже очень много, 45 фишек. Поэтому главный приз у нас получает Денис. Вот у нас они здесь хранились, наши подарочки. Денис, держи, держи, это твой подарок. Ребята, но главный приз, это не тот, который вы держите в руках, а главный приз у вас в голове, это ваше знание. Потому что самое главное в жизни, это безопасность. Ваша и тех, кто с вами рядом находится. Поэтому, ребята, я желаю вам успехов, прощаюсь с вами и жду встречи с новыми участниками в нашей стране безопасности. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова